Льгота финансово-промышленным группам. Какие крупные компании Красноярского края получают налоговые послабления? За что им дается такой щедрый подарок? И выполняют ли они взятые на себя обязательства? Этот вопрос депутаты Краевого парламента рассмотрели 1 ноября на заседании сессии Законодательного собрания. Обо всем подробнее в главной теме выпуска. Виктор Петрович Томенко, профессиональный правительства Красноярского края. Обсуждение девятого вопроса растянулось больше, чем на час. Правительство края предложило внести изменения в закон о налоге на имущество организации. Согласно им, алюминиевые компании освобождаются от уплаты налога на имущество. Председатель правительства края Виктор Томенко так объяснил необходимость поправок. К чиновникам обратились инвесторы Богучанского энергометаллургического объединения. Они в рамках частного государственного партнерства реализуют проект развития Нижнего Приангария. Его общая стоимость – 270 миллиардов рублей. Один из этапов проекта – запуск Богучанской ГЭС и алюминиевого завода. Когда предприятие наберет обороты, там будут работать 3000 человек. В поселке Таежный для людей бизнесмены предложили построить за свой счет 800 квартир, два детских сада, школу и реконструировать больницу. В обмен на это просят освободить их от налога на это имущество. В профильном комитете законодательного собрания идею одобрили. Вот формат, который мы выбрали, самый наиболее подходящий для того, чтобы выполнить свои обязательства перед населением Красноярского края через предоставление льготы. Не впрямую финансировать из бюджета нашего Красноярского края, а через льготы. Средства, которые мы сегодня не имеем и не будем иметь, если мы не построим и не запустим в работу Богучанскую ГЭС алюминиевый завод ЛПК. Поэтому это вот такой на вид и звучит громко, что мы что-то даем. Предприниматели на самом деле выполняем обязательства в интересах нашего населения. Впрочем, по мнению ряда народных избранников, не все так гладко. Депутат Анатолий Быков поднял свою излюбленную тему – прокрас. Мы знаем, что такое Красноярский алюминиевый завод, какое он принимает участие в экономике Красноярского края, какие платят налоги и какие налоги платили 10 лет назад. И знаем, какое место хозяева занимает этой отрасли в журнале ФОПС. Я думаю, личные деньги у них есть, но никто не хочет развивать это на нашей территории. Коллегу поддержали депутаты Всеволод Севастьянов и Владимир Седов. Затем в оживленную дискуссию включился парламентарий Олег Пащенко между ним и председателем правительства Виктором Томенко произошел такой диалог. Вам и нам все вместе нужно же думать не только о льготах вот этим акулам, о том, как нам рыбок этих спасти несчастных. Извините, что я так перебор делаю на животный мир. Но такая аналогия. Мы слабы, мы ничтожно слабы. Ничего мы не можем тут поступить. Ну, проголосовывали, не проголосовывали. Олег Анатольевич, ну мы же ничего не теряем. Не выполнил условия, не получил, не заработал завод, не образовался налог на имущество, нечего льготировать, не построил объекты в социальной сфере в нужном объеме. Вот они миллиард должны построить, вот они построят на 900 миллионов, и льготы не воспользуются. Депутат Марина Добровольская вспомнила ситуацию со льготами энергетикам, которые этим летом получили налоговых послаблений почти на 4 миллиарда рублей. Являясь депутатом по советскому округу, докладываю ситуацию. Льготу дали, проголосовали большинством. Сегодня самое большое количество жалоб у меня и у Швыткина, как у депутатов, это именно на то, как наши льготы обладатели выполнили свои условия. Район мерзнет, и никаких потугов к тому, чтобы исправить ситуацию, на сегодняшний день я не вижу. Скажите, не получится ли такая же история с нашим сегодняшним вопросом? Анатолий Быков, в свою очередь, вспомнил о преференциях некогда так же щедро даруемых скандальной компанией банкроту «Кроссеер». Чего стоит одна история с купленными в лизинг с помощью краевых средств самолетами? Один из лайнеров потом нашли в полуразобранном состоянии в зарубежном аэропорту. Второй же задержали на границе, а третий так и улетел в неизвестном направлении. Спикер Александр Ус ответил, что этот вопрос надо адресовать бывшим собственникам «Кроссеер». Наверное, слишком высоко взлетели, благодаря тому, что власть их за ноги не держала, и забыли и о крае, и России. В итоге их кто-то там на потеху публики отстрелил, что называется. Свои мнения по поводу льгот, кто спокойно, кто более эмоционально, высказывали депутаты Александр Симоновский, Владимир Демидов, Сергей Зяблов и Михаил Козлов. Я вас призываю подойти глобально к этим вопросам. У нас и Роснефть, и Ванкорнефть, и прочее, прочее, прочее. Договора о социальной ответственности бизнеса, я считаю, они должны быть подписаны и с СУЭКом, и с Роснефтью, и с прочим, и там конкретно должны быть оговорены суммы, на что инут конкретно. Подвел итог спора спикер Александр Ус. Он заявил, что будет создан совет по вопросам стратегического развития края, который станет контролировать этот процесс. Речь идет о простых вещах. Чтобы сильное миро сего, которое стали сильными, благодаря имуществу, созданному всему народу, чтобы они чувствовали себя ответственными за Красноярский край. Чтобы хотя бы раз в год они приезжали вот в это здание, садились за круглый стол и отвечали на трудные вопросы, которые задают им люди. Это к вопросу о дубине. Есть у нас дубина? Есть дубина. Одной экологии можно наших сырьевиков до истерики довести, только ею надо пользоваться, вот этой дубиной. В итоге в первом чтении проект закона большинством голосов был все-таки принят. Планируется, что за 7 лет, а именно за такое время предполагается завершить строительство инфраструктуры, льготы алюминщикам составят более 4 миллиардов рублей. То есть эти деньги выпадут из доходной части бюджета. Но, как заявил вице-спикер Валерий Семенов, предложение инвесторов все равно экономически целесообразно. Во-первых, потому что прибыль региону от работы алюминиевого завода и Багучанской ГЭС превысит 5 миллиардов рублей. А во-вторых, в условиях дефицита краевой казны регион сам не в силах был бы потянуть строительство инфраструктуры в Таежном. И третье, самое главное, что волнует и депутаты, и жители края. Схема налогообложения Багучанского алюминиевого завода будет отличаться от схемы налогообложения Красноярского алюминиевого завода. То есть налог на прибыль, налог на имущество, налог на землю, налог на доходы физических лиц. Система налогообложения будет та, за которую власть Красноярского края борется. Вы работаете на территории, вы должны сполна, в соответствии с законом, платить налоги. Представители финансово-промышленной группы на заседании сессии отсутствовали. Но этому, по словам председателя комитета по бюджету Андрея Самохина, есть логичное объяснение. Они готовы были, они на предварительных вопросах всегда присутствовали, докладывали свое. Но сегодня с законопроектом у нас субъект права – это правительство Красноярского края. И правительство выходит со своим законопроектом, который позволяет ему уже предоставлять льготу. Поэтому это законопроект не инвестора, а правительства. Планируется, что во втором чтении депутаты рассмотрят закон о льготах финансово-промышленным группам уже в начале декабря.